Здравствуйте! Универсальный формат в прямом эфире. Студия Елена Чернявская. Долгие годы ведутся горячие дискуссии о существовании настоящих экстрасенсов. Некоторые люди настроены к ним скептически, но есть и те, которые безограничны верят. Сейчас человек с необычными способностями может найти почти в любой российской местности, а встретиться с экстрасенсом и оценить его возможности под силу каждому желающему. В кого можно считать экстрасенсами? Это люди, которые сочетают в себе сильную интуицию с высокой внутренней энергетикой. Но ясно одно – этих людей объединяет сверхъестественные способности. Мой сегодняшний гость – военный экстрасенс, академик, действительно член Академии медико-технических наук, член-корреспондент Российской Ассоциации Народной Медицины, как раз тот человек, который с уверенностью говорит, что может помочь обычным людям прийти к владению сверхспособностями. Виталий Баграт, гость в студии. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. 202.11.22. Телефоны в студии именно по этим телефонам. Сейчас и в течение 45 минут, обратите внимание, 45 минут, вы можете к нам дозвониться и задать абсолютно любой вопрос, как уверяет, опять же, мой сегодняшний гость Виталий. Совершенно верно. Я называю себя военным экстрасенсом. Кто такие военные экстрасенсы? Кто вы, Виталий Баграт? Да, казалось бы, экстрасенсы есть, и все об этом знают, да, но военные экстрасенсы, об этом даже не знают люди, которые служили в армии или служат до сих пор. И даже не знают, что была Академия Гагарина, Военно-Воздушная Академия Гагарина в поселке Монино. Правда, сейчас оттуда ее убрали, и она сейчас в Воронье уже находится. Так вот, военные экстрасенсы, на заре, скажем так, правления Ельцина, президента Ельцина, возникла необходимость воспользоваться услугами таких людей, потому что наверняка все знают, что есть бабки, есть детки, есть экстрасенсы, есть люди, которые гадают, ворожат, ну и... Маги, шаманы. Маги, шаманы, да, колдуны, кто угодно, литературы моря. Ну, то есть не бывает дыма без огня. Если все это присутствует на рынках, и можно это почитать, посмотреть, за исключением в брежневские времена, в советское время, это каралось как минимум психиатрической больницей. Тем более это знаю не понаслышке, мама у меня главной врач была. Так вот, этого везде предостаточно. Так вот, во времена Ельцина, это был 1994 год, по всем вооруженным силам прошел слух, и начали выскребать людей, которые обладают этими способностями. Я в то время служил в Сызранском летном училище инструктором, и у нас тогда украли с вертолетов два пулемета. И, естественно, это было... Это было ЧП, конечно же. Это было ЧП, причем такого масштаба. Серьезно. Было серьезное на самом деле ЧП. И мой товарищ, который увлекался рамочками и маятниками, вдруг поднял руку и сказал, я могу найти эти пулеметы. Я подошел к ним, говорю, Коля, как ты это сделаешь? Он говорит, очень просто. Я сейчас выйду на аэродром, встану, посмотрю энергетику и укажу, где это было. Ну, конечно, так получилось, что он ничего не нашел, но заставил замкомандира полка полазить по воздуховодам аккумуляторных систем. Тот вылез весь в пыли с руганью и с матом, сказал, вон этого экстрасенса оттуда. Но через полгода я поеду в Академию Гагарина, поступаю на факультет космонавтики для поднятия статуса жизни, чтобы генералом стать. И вдруг нас отводят в сторону, из 500 человек отбирают 39, из 39 — 19, из 19 — 12, я попадаю в эту спецгруппу. Тогда я еще не знал, что это будет за обучение, но нам сразу сказали, вы будете особенными какими-то, талантливыми. Но дело в том, что вот этот талант и особенность, она у меня была с детства. Я себя хорошо помню 7 месяцев. Я помню, как меня пеленали, купали в выворке, как ходили родители в кино, Руслана Людмилы был фильм. И так получилось, что вдруг вся моя жизнь таким вот лучом лазерным сложилась, свелась в самый такой острый луч. Я попадаю в военную академию, отбирают группу, мы обучаемся в течение трех лет. В течение трех лет мы учимся медитировать, мы учим различные аспекты разных религий. Мы много-много чему обучались. И вот благодаря тому, что я попал в вооруженные силы, три года обучался, я получил диплом военного экстрасенса. Скажите, очень интересно, какие задачи ставил перед вами военный руководство? Что вы там делали? Задачи, в первую очередь, поиск. Вот, например, у меня с детства неплохо получался поиск. Хотя вот если взять моего товарища, который сейчас живет в Воронеже, у него от удара током открылось вот это вот ясновидение. Если брали книгу и закладывали в сейф, и говорили ему любую страницу в этой книге, он ее через сейф читал и рассказывал, что было и как. Ему в те годы предлагали особые, скажем так, негосударственные структуры, огромные деньги, чтобы он читал документы в сейфах, там, у соперников в бизнесе и так далее дальше. У меня же была даже дипломная работа в военной академии, которая называлась, я сейчас примерно расскажу как, поиск экипажей фронтовых истребителей, бандировщиков, сбитых за линии фронта с помощью средств и методов космоэнергоинформатики. То есть, что такое космоэнергоинформатика? Я сдавал по этому экзамен, нужно было взять карту боевых действий, если летчики пропали, нужно было взять рамочки, маятник, и с помощью маятников и рамочек определить, где упал самолет, или где приземлились на парашютах сбитые экипажи, летчики. У меня дипломная работа была на 200 страниц, и когда я ее защитил, то мою дипломную работу поместили в ДСП для служебного пользования и рекомендовали ее для преподавания в вузах страны, как гражданской направленности, так и военной направленности. То есть, первое, это поиск, второе, это помощь первым лицам государства, и мы работали, когда, помните, Ельцину делали аортокоронарное шунтирование, наша группа сидела в бункере под землей. Вы сейчас секретную информацию никакой не разглашаете? Нет, никакой, совершенно, потому что уже прошел срок давности, уже прошел 21 год, а у нас была подписка на 15 лет, и, естественно, мы сидели в этом панземном бункере, специфически держали энергетику Ельцина в состоянии, чтобы, скажем так, душа не оставила тело. Почему душа? Казалось бы, я практически был коммунистом в те годы, но уже как бы компартия разрушилась, но впервые в 6 лет, когда у меня умерла бабушка, я увидел, как из ее тела вышел ярко-огненный белый шар. Я думал, галлюцинации, я крикнул, вот же бабушка, а не тело, меня увели с кладбища в машину, а когда я уже подрос, и люди умирают, то я вижу, как из них выходит эта субстанция. То есть вы тогда в 6 лет обнаружили себе вот эти сверхъестественные способности? Мне было непонятно, что это такое. Или все-таки в 7 месяцев, когда вы помните? Нет, в 7 месяцев я себя помню, но об этом я мог сказать уже, когда учился в школе. А вот в 6 лет, когда эта субстанция яркая вышла, неимоверно на меня произвела впечатление, почему многие мне и говорят, как ты находишь столько мотивации заниматься этим всю жизнь? Я говорю, когда ты увидишь в жизни необычайное, фантастическое, необъяснимое, я же почему стал книги-то в 6 лет читать все подряд? Я читал науку и химию, науку и физику, технику молодежи, юный техник. Я прочитал в 8-летнем возрасте Шопенгауэра, то есть мне казалось, вот нужно где-то это найти. Все это было закрыто, ничего не было. И когда я стал заниматься медитативной практикой, то первый мой опыт в 5-6 классе на уроке литературы, учительница ставит двойку, я на нее смотрю пристально, и в мыслях говорю, порви журнал. И она начинает вырывать страницу журнала, страницу журнала, и меня выгоняет вон из класса. То есть вот такие вот вещи начали происходить со мной практически повсеместно. А потом я уже дошел до опытов Олифа Мессинга. Ездил в автобусах, в электричках, в поездах, без билета. Кусочек листочка отрывал, давал, его смотрели, компосировали, я ехал дальше. Спасибо, очень увлекательная беседа. Я лишь хочу прерваться и напомнить, уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Звоните к нам, пожалуйста, задавайте свои вопросы на любую тему, жизненная ситуация. Если что-то вас волнует, тревожит, беспокоит, вы хотите узнать, возможно, ближайшее свое будущее, милости просим к нам в прямой эфир универсального формата. Дозванивайтесь. Ну и, конечно, Виталий, периодически на наших экранах появляются телефоны, ваши бесплатные встречи. Прокомментируйте организационные моменты. Вы сейчас в Самаре. Я думаю, что это уникальная возможность попасть к вам на прием. Как это можно сделать? Конечно, обязательно. Я в Самаре работаю не первый год. И вот в этот приезд с 11 мая мы начали свою деятельность. И будем практически до конца июня. Поэтому все желающие каждый вторник могут посетить мои бесплатные авторские встречи. Именно на авторских встречах я показываю много экспериментов, как люди перестают испытывать боль. Кстати, у нас так совпало, что мы вместе с известным таким лицом с Кашпировским пересеклись в Новосибирске. Он проводил... Вот откуда вы, кстати, недавно приехали. Да, да, с Новосибирска. Он проводил в одном зале в ДК свои занятия, я в свои занятия. Люди переходили из зала в зал и говорили, вот у вас этого нет, а там есть. А другие говорили наоборот, там этого не было, у вас это лучше. Ну, то есть каждый находит свое, свое. И поэтому каждый вторник в 12.00 можно прийти, удобно сесть в кресло. Это Дом культуры Металлург. ДК Металлург. Каждый вторник в 12.00. Вход свободный, пожалуйста, пусть все приходят, слушают, смотрят, потому что мы там... Я провожу не только эксперименты и рассказываю, что может быть с людьми, если они займутся определенным образом жизни, как это делаю я. То можно достичь определенных результатов в теле, можно избавиться от недуков и от многого всего в жизни, чего бы хотел человек достичь. Но, как правило, что мешает человеку? Лень. Прервемся? Прервемся. Секундочку, у нас есть звонок. Добрый день, вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло. Слушаем. Алло, здравствуйте. 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 Я бы хотела узнать, как сказать, вот... Я ревнусь, как это... Можно от этого избавиться? Ревнуйте своего мужа. Правильно мы вас услышали? Как можно от этого избавиться? Пока не отключайтесь, возможна консультация, Виталий, вы ответьте, если нужно, что-то спросите. Да, ревность – это, конечно, самый такой плохой фактор, который разрушает семью. Ревность – это неуверенность в себе. Ревность возникает, когда отсутствует знание о себе, знание о себе, как о человеке, который, ну, скажем так, достоин, может быть, даже большего, чем вы о себе думаете. То есть вы себя в чем-то угнетаете. От того, что вы себя угнетаете, у вас возникает ощущение, что муж выше вас, вы должны, вы женщина, вы должны быть как королева. Вот когда вы будете как королева и ходить, и своим всем видом показывать поведение, то ваш муж будет вас ревновать. А у вас происходит наоборот. Вы должны возлюбить себя. Вот как только вы себя возлюбите, как только вы будете себе говорить, да я самое лучшее, да я никуда не денусь. Не даром кину, самый боятельный. Да, я наверняка уверен, что вы боитесь вообще остаться без мужа. А вот этот страх, он придает вам как раз вот этот вот трепет, что ревность ко всему. А ревность – это боязнь, что вы можете его потерять. А ревность тогда пропадает, когда у вас есть чувство самодостоинства внутреннего, высокого и глубокого полета. Самообразовывайтесь, читайте много, отпустите мужа, вы поймете, что любовь заключается не в том, чтобы кого-то удержать. Я вам сейчас буддийскую притчу расскажу. Когда будут спросили, чем отличается слово «нравится» и «люблю», он сказал, очень просто, когда вам нравится цветок, вы его срываете и несете домой. Когда вы любите цветок, вы его оставляете расти и поливаете. Так вот, поливайте свою любовь и не рвите его. Виталий, я не могу не задать вам вопрос, вот с такими подобными еще проблемами, о которых мы обязательно коснемся неже, вы помогаете женщинам, девушкам с такими щепетельными ситуациями? Конечно, да, щепетельные ситуации, они нередки, и все это, опять же, я говорю всегда, от низкой самообразованности. Не только женщины, но и мужчины. Это целая система образования, самообразования. Это прежде всего научиться любить себя, это прежде всего знать в себе лучшие качества, но худшие не скрывать, а над ними работать, чтобы они стали тоже лучшими. Как я всегда говорю, у меня нету врагов, у меня есть друзья и еще кто меня не знает. Поэтому моя задача в жизни сделать всех людей своими друзьями. Также вот в этой ситуации люди, женщины в основном, которые есть, знаю, женщины с трепетом относятся к мужьям. Очень трудно мужа заполучить, тем более, чтобы он не курил, не пил, не гулял, как говорится, еще и зарабатывал деньги. Потому что женщина, это хранительница очага, но, как говорится, если хранительница имеет вот такую тенденцию бояться, то очаг этот будет разрушен или потерян. А вы знаете, я хочу вам задать вопрос, также по просьбе наших телезрительниц, именно, проблема женского одиночества. Почему-то сейчас стоит после финансового недостаточного числа не на первом плане, и девушки красивые, умные, ну, почему-то одни. Вот, проблемы женского одиночества. Согласен с вами полностью, потому что статистика, я бываю в разных городах, но она примерно одинаковая. Вот, например, в Новосибирске на 100 браков 86 разводов. Можете себе представить? Это практически все поженились и все поразводились. Зачем? Смысл? То есть, получается, если развод так быстро случился, или даже замужество не случилось, это говорит о том, что чувства не было никаких. Была какая-то, какой-то меркантильный интерес, возможно. Тема одиночества. Почему она возникает? Конечно, каждой женщине хочется замуж и осуществить свою мечту, родить ребенка, и семью, и мужа. И когда же бабушки приходят, 80-90-летние, говорят, мне бы какого-нибудь мужичка, мне бы за кем-нибудь ухаживать, стирать, готовить, и просто, чтобы кто-то был рядом. Для вас, для женщин, это важно, потому что это у вас в крови, это вас насажено Богом. Так вот, чтобы, скажем так, избежать одиночества, первое, как я уже говорил, это поднять себе статус, а для этого нужно посещать танцы, посещать кружки определенные, нужно выглядеть, нужно быть в общественных местах. То есть, если вы сидите дома за компьютером и скрываетесь за монитором, печатая кому-то сообщение, то, конечно, вы себе партнера не найдете. Но, есть объективные условия, которые не... А как же судьба, Виталий? Вышел на улицу, А вот я и говорю, есть объективные условия. Вышли, пожалуйста, твоя судьба. Есть объективные условия, от которых не уйти. Почему? Потому что весь мир построен на математических законах. Весь мир — это математика. Если вы знаете математику, то вы можете как Галилей или как астронавт вычислить положение планеты, она там будет там же и через 100 лет, и через 150, и через 1000 и так далее дальше. То есть, получается, если планеты подчинены законам математики, то наш организм тоже подчинен законам математики. Движение крови, ритм, пульс, сердце, химические процессы, а значит, и психические процессы все подчинены... То есть, все проблемы, как говорится, из головы. Да, в голове. Грибоедов, горе от ума. Послушаем звонок, Виталий. Конечно. Мы слушаем вас в прямом эфире программы «Универсальный формат». Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Говорите. Да, слушаем. Алло. Слушаем вопрос. Здравствуйте. Я была у вас на лекции, была разочарована. Хочу, это не только мое мнение, заявить вам, что вы и дилетант. Совершенно на вопрос человек, который сказал в чем смысл, сказал ни в чем. Что вы сейчас много таких, как вы, пытаетесь, особого образования нет, у вас, наверное, даже психолога нет, парапсихолог. То есть, совершенно на общие вопросы, общие ответы. То есть, просто вы ошибаетесь, если здесь денег зарабатывает. А вопрос ваш в чем, пожалуйста? Не в чем. Нет, вы просто высказали свое мнение. Я говорю к рекомендатору эфиру, зачем приглашать таких... Спасибо вам большое за ваш вопрос. Наша программа открыта, поэтому мы приглашаем, чтобы Виталий ответил не только на такие вопросы, но и на такие. Конечно. Поэтому я думаю, что у вас есть что сказать. И спасибо, что вы нам позвонили. Конечно. Мне знаете, как понравилось? Мне понравилось, как Кашпировский поступил в подобной ситуации. Когда ему начали задавать такие вот провокационные что ли вопросы, он в первую очередь спросил, скажите, у вас психотерапевтическое образование? Нет. Тема закрыта. Я, конечно, так не поступлю, потому что, во-первых, в залах, в залах нет возможности поднять глубину вопроса. Глубину. И поэтому на вопрос, в чем смысл жизни, я вижу, женщина, не помню, представилась, не представилась. Нет, не представилась. Не представилась. Во-первых, чтобы говорить о чем-то глубоком, надо, чтобы было общее понимание, как говорил у нас профессор Гов, Владимир Георгиевич, который вел нашу группу, профессор-нейрофизиолог, прапрадед его, адмирал Ушаков, по отцовской линии, и он говорил, прежде чем говорить о чем-то, нужно, чтобы был понятийный аппарат, одинаковый у аудитории. Когда приходит аудитория, конечно, там есть домохозяйки, там есть врачи, там есть кухарки, там есть психологи. И, кстати, мое отношение к психологам самое, что ни на есть, на плинтусном уровне, потому что психологи, это люди, которые думают, что они могут все, но вы, все курсы, какие существуют в природе, в мире, ведущие психологи, как выйти замуж, как сделать карьеру и так далее дальше, сами, как правило, не замужние, как правило, без карьеры, и, как правило, это люди, которые обижены судьбой. И мне звонила с Киева профессор психологии, говорил, мне 38 лет, я не замужем, я без детей, у меня нет даже любимого человека, что мне делать? Я, конечно, пошутил, аффирмации напишите на листочках и повесьте везде, я самая хорошая, красивая, богатая и все остальное. Сколько ни говори, халва, сыт этим не будешь, сладкого рту не будет. Так вот, на самом деле, смысла в жизни, в высоком смысле этого слова нет. И я вижу, вы плохо знаете просто Библию, вы плохо знаете религию, в которой вы находитесь, потому что там так и указано, что смысл жизни это проснуться и увидеть восход солнца. И по этому поводу есть хорошая древняя буддистская притча, когда пришел ученик и говорит, учитель, скажите, в чем смысл жизни? Учитель посмотрел на него и понял, что человек этот очень недалекий, который спрашивает о смысле жизни. И он сказал, я тебе не могу объяснить, пойдем сходим к морю. И они пришли к морю. Они подошли к морю и ученик опять возгласил, учитель, в чем же смысл жизни? Ты мне не отвечаешь, я так и не понял, ты такой молчаливый, в чем твоя мудрость? Ты вообще молчишь? Все считают, что ты мудрый, а ты, оказывается, дилетант, ничего не знаешь, понахватал сознаний поверхностных. И он говорит, помолчи, пойдем к морю, давай зайдем поглубже. Они зашли поглубже, учитель, зачем мы идем в воду? Я же спросил всего лишь о смысле жизни. Давай зайдем по грудь. И когда они зашли по грудь, учитель быстро вскочил ему на загривок и начал топить в море. Ученик забыл про смысл жизни, он начал, захлебываясь, кричать, выхватываться из воды и учитель его притопил. И когда он притопил его, он его вытащил на берег, привел в чувство, ученик открыл глаза и учитель его спросил, в чем смысл жизни? И тот сказал, дышать и жить дальше. Вот и все. Спасибо. 202.11.22 Я призываю дозваниваться к нам в эфир и задавать свои вопросы. Виталий, ну вот все-таки, если мы сегодня с вами им задали, собственно, эту тему сверхособности человека, я хочу все-таки у вас узнать и хочу получить сейчас на этот ответ, в чем вы считаете, в чем у вас проявляются не просто способности обычного рядового человека, вот как я, к примеру, который у меня нет никаких способностей сверхъестественных, в чем у вас сверхспособности, самое главное, как они выражаются у вас в обычной жизни. Вы их хотите использовать для себя, либо помогать людям, помогать другим? Скажем так, сверхспособности, это такое высокопарное, что ли, слово, чтобы, по крайней мере, показать, что есть способности обычные, это поднять стакан воды, а есть какие-то необычные способности, которые у простых людей вызывают изумление. Но сколько я жил в жизни, я никогда не считал, что у меня есть какие-то сверхспособности, потому что мой образ жизни всегда укладывался в рамки этого события. То есть все, что происходило, я считал, что это норма. Всегда. Ездил в автобусах, ездил в поездах, ездил в электричках без билета. И как без билета? Отрывал кусочек листочка, если у меня это была возможность, я давал ее, протягивал ее, компосировали, я ехал дальше. То есть я не считал это сверхспособностями. Мне просто хотелось, как говорил Вольф Мессинг, в тот момент, когда мне сказали, где твой билет, мне хотелось, чтобы этот листочек стал лоскуток билетом. Очень сильно хотелось, и он становился. Вы тогда были маленькими. Это маленькие, да. А сейчас? Это вера. Это вера, прежде всего вера. Вот. А сейчас, в данной ситуации, когда люди приходят, я говорю, замуж не можете выйти, или проблема страха, или проблема заикания, или проблема энереза, или так далее дальше. Это не психологическая помощь нужна. Это не психологическая. Это внутренняя помощь. Это помощь в глубине вашей души. Это там, где кроется ваше сознание. Так как это узнать? Первое, это есть ладони руки. Если взять ладонь руки, то здесь абсолютно нарисовано практически все. То есть вы занимались хиромантией? Я занимался хиромантией, сдавал экзамены. Почему, скажем так, в органах внутренних дел, в полиции, во всех странах мира изучают популярные линии, которые на руке? Это узор, этот узор, он показывает полностью характер человека. Что он себя представляет? Продолжительность жизни. Выйдет замуж, женщина не выйдет. Будет брак счастливый, не будет брак. Сколько детей и так далее. Подождите, я дилетант, я не изучала хиромантию, я совершенно точно знаю, что линии на руке меняются. Это может наблюдать каждый здравомыслящий человек. Лена, я буду спорить, буду спорить, как говорится, ешь землю, доказывай. Не меняются линии. Не меняются папиллярные линии на пальцах, не меняются линии на руке, не меняется рисунок губ и рисунок глаз никогда в жизни. Это как ваш идентификационный номер в паспорте. Вот номер в паспорте, он ваш только. Ни у кого такого нет. Также точные линии на руке никогда не меняются. Ни при каких условиях и обстоятельствах. Это ваш паспорт. Поэтому, если вы хотите, как говорится, себя увековечить или чтобы вас проще было найти, оставьте дома отпечаток руки, обоих рук, и если случится что-то, ваши близкие покажут руки, и можно будет найти по куску тела, по куску кожи, скажем так, этого человека. Поэтому это нормальная практика, когда откатывают руки, фотографируют, сканируют и так далее дальше. Но линии руки могут измениться только при одном обстоятельстве, как было это у моего отца. Он повредил ключицу, ключица лопнула, кость перерезала лучевой нерв, а он был левша, и рука у него повисла. И когда я приехал из академии и увидел эту руку, она у него не двигалась, висела плетью, я взял у него кисть руки, ладонь была практически чистая. И вот тогда я впервые в жизни увидел, что иннервационные процессы, нервные процессы, которые происходят у нас с подкоркой, выводят информацию, как на монитор, и мы ее можем видеть. Если нерв рвется, сигнал не идет, электрический нервный ток не идет, и линии тоже исчезают, или практически исчезают. И когда отец, занимаясь по моей методике, в течение двух лет восстановил полностью активность руки, и когда ему сделали диагностику, нерв не сросся, его никто не сшивал, а рука у него шевелилась, и когда я профессору Гоффу сказал, Владимир Георгиевич, каким образом? Отец научился управлять рукой. Он два года тренировался, что нужно было делать. Опускал ее в горячую воду, в холодную, делал контрастную воду по несколько часов. Он каждый палец массажировал, он руку выкручивал, он на нее нагрузку давал, она просто висела веревочка. И когда рука восстановилась, профессор Гофф спросил меня, «У тебя есть телевизор дома с пультом управления?» Я говорю, «Конечно, есть». «Между пультом и телевизором есть провод?» Я говорю, «Нету». «А как реагирует телевизор на пульт?» Я говорю, «Как?» «Там же инфракрасный сигнал». «Вот, человек выше, чем телевизор с пультом». Твой отец за счет регулярного труда научился сигнал из мозга выдавать в обход нервной системы на руку. То есть вы хотите сказать, что вы можете совершенно спокойно, постороннего, ну, здесь мы говорим о вашем родственнике, об отце, совершенно постороннего человека, научить управлять силой мысли и привить какие-то, ну, необычные способности? Обязательно. Но самое важное, самое важное, что человек ленив, когда ему говоришь, что нужно делать вот так, то я знаю, что жизнь человека жестко детерминирована, предопределена. И вот любой человек, как он живет, он не может изменить ни повадки, ни образ жизни, ни запах тела, запах пота. Почему? Потому что, когда стоишь в магазине и смотришь, что люди везут в тележках или кладут на конвейер, на кассу, то ты понимаешь, что они эту еду покупают изо дня в день, из года в год. И когда я смотрю ихнюю корзину, я понимаю, что за этой корзиной я ничего не покупаю никогда в жизни, не ем. А еда делает нас. Что мы съели, из этого тела наше состоит. Что мы съели, запаховый эффект дает, это пища. И тогда получается такой жесткий отпечаток с рождения и до смерти, что нам привели родители, что нам привило общество, что нам привило ситуация, где мы живем в географический момент. Если у нас много картошки, мы картошкой питаемся, мы не питаемся, много бананов не едим. И так далее дальше. Виталий, хотелось бы спросить очень актуальный вопрос. С какими проблемами чаще всего к вам люди обращаются, особенно в кризис, финансовые проблемы, трудности, жизненные опять. И самое главное, можете ли вы сориентировать, с какими проблемами вы можете помочь решить? Финансовые проблемы это самые насущные проблемы у человека. Они, конечно, люди ко мне обращаются с ними. Но финансовую проблему я не могу решить, потому что я не брокер, я не банкир, и я не кредитую людям деньги. Но сказать им, увидев ситуацию, что вы сделали шаг неправильный, из-за неправильного шага следующий шаг, это причинно-следственная связь, это философия, это диалектика, следующий шаг, из-за того, что вы этот неправильный сделаете, будет еще хуже. Остановитесь здесь. И люди говорят, не могу остановиться, я же деньги вложил туда. И человек начинает терять деньги. Но когда говоришь человеку, еще шаг не сделал, нет, в раздумьях, не делай, будет опасно, потеряешь деньги. Не хочешь терять, вернее, не хочешь слушать, теряй. Но когда приходят и говорят, есть какая-то проблема в теле, или когда женщина приходит и говорит, не могу родить, как у меня много было случаев. Я говорю, что нужно делать, и человек выходит из ситуации. Но чтобы из ситуации выйти, нужно первое, это поверить. И второе, после того, как человек поверил, нужно сделать. Как правило, один или первый, или первый, или второй этап, люди его исключают. Им не хватает. Из-за инертности жизни они приходят домой, восхищаются или огорчаются. А я хочу сейчас с вами немножечко порассуждать на эту тему. В моем кругу очень много близких знакомых, которые именно сталкиваются, я не знаю, по каким экологическим причинам, не знаю, но сталкиваются с этой проблемой и хотят, и делают. Что делать таким людям, у которых есть и желание, и возможность, самое главное, не сидят, не бездействуют, прилагают к этому огромные усилия физические, волевые, финансовые, и все равно не достигают результата. Так я понимаю, что обратившись к экстрасенсу с проблемой, она будет решена. Она будет решена даже или подсказкой, или самим присутствием. Вспомните сказку про репку. Детка тянула репку, не мог вытянуть. То есть есть некая проблема. Я так... Но все же люди настолько индивидуальны, настолько они разные, что проблему подогнать под одного, ну... Нет, в том-то и дело, что проблема всегда одна и та же. Подход к решению проблемы разный. Потому что отсутствие денег практически у всех. Но как все ее решают? Один сидит и говорит, надо пойти зарегистрироваться на бирже труда. А другой говорит, пойду-ка я соберу бутылки и сдам. А третий говорит, у меня есть талант, я же могу вышивать, буду вышивать и продавать. То есть проблема решается по-разному. А проблема-то одинаковая у всех. А есть кто ждет подачка до государства. А есть кто говорит, да ну зачем мне подачка? Заведу огородик, заведу две курочки и буду кормиться. Это не проблема. Если желание есть и делает, и все-таки здесь ближе уже к цели. Это ближе. Но я вернусь к сказке. Репка, проблема. Дед, физическая сила. Вторая, бабка, женщина, интуиция подошла. Физическая сила не решила. Бабка на основе интуиции это женский принцип решения проблемы. То есть сначала физическое решение проблемы, продавливать. Потом женское решение проблемы, интуитивное. Потом кто? Внучка. Внучка. Детское решение. Помните? Будьте как дети, сказал Иисус. То есть вот так вот на мир. Смотрите, у вас все получится. Потом внучка, потом кто? Жучка, кошка и мышка. Видите? Жучка, кошка, кошка. Это некий тоже смысл. Это как женщина. Это собака тоже как мужчина. Жестко продавливает, прокусывает кошка. Мягко ждет, ожидает. Но как правило, люди останавливаются на одном из принципов. На мужском подходе, на женском, на детском, на собачьем уровне, на кошачьем уровне и остановились. А мышка, это минимального усилия не хватило, хвостиком махнуть, чтоб репка вырвалась. Виталий, у нас есть звонок, мы обязательно сейчас его послушаем, но я все-таки продолжу эту тему. Пример сказки очень хорош, что где взять всех этих мышек, кошек, жучек? А это в каждом человеке должно быть, но как правило, людям трудно из себя достать симфонический оркестр. Поэтому они идут. Мужской принцип не сработал, идут к женскому принципу. Женским принципом может быть друг, который решал такую проблему, и у него получилось. То есть искать в своем окружении. Да, в своем окружении. Это может быть бабка, а потом детский принцип, потом собачий принцип, потом кошачий. А потом ноги сложил, пиво взял и говорит, ничего не решается. Осталось только хвостиком вернуть, как мышка, и проблема решится. Спасибо. Есть звонок, мы слушаем вас. Добрый день. Что же я вечер-то сегодня? Здравствуйте. Алло, говорите. Здравствуйте. Я бы хотела, я с ребенком на отдых собираюсь первый раз на самолете лететь, и хотела бы узнать, все ли хорошо пройдет, потому что переживаю маленький ребенок одна и первый раз. Не уходите, пожалуйста, с телефонной линии. Виталий, пообщайтесь. Ну, первое, да, нужно было, если вы еще на линии, мне нужна дата рождения, потому что сейчас было... Я на линии маленький ребенка? Ваша, конечно. Вы же организуете поездку на ребенок. 20.05.1987 год. Еще раз повторите, пожалуйста. 20.05.1987 год. У меня был... Как вас зовут, скажите? Ольга. Ольга. У меня был подобный случай в Челябинске 5-6 лет назад, когда семья из четырех человек собиралась ехать в Китай. Пришли ко мне с таким же вопросом. Я посчитал и сказал, ехать можно, нельзя в Китай никуда ездить на автобусе. И они говорят, как же так? А мы как раз запланировали поездку, и там 550 долларов стоит поездка в монастырь, в горы, в Шаолинь. Я говорю, ездить нельзя, говорю. У вас, у четверых, получается трагедия. Они, конечно, как правило, люди огорчаются, потому что у них есть планы, и, как правило, мне потом высказывают, у меня планы были, вы мне их сбили. Я говорю, ну, пожалуйста, пробуйте. Только потом мне уже не сможете ничего сказать. Вот. И они уехали. Я через полгода приехал в Челябинск, и они пришли ко мне с тортом. Говорят, большое спасибо. Мы приехали туда, долго совещались с мужем, у нас двое детей. Мы отказались от поездки. Нам сказали, деньги не вернут. Мы, конечно, горевали. 550 долларов, огромная сумма. Но я всегда говорю, положите на эти весы деньги, хоть миллион долларов, а на эту свою жизнь или жизнь ребенка, не дай бог. Что, говорю, перевесит? Они говорят, мы положили на весы, говорят, деньги, свою жизнь, и отказались ехать. Деньги сгорели. Автобус упал в пропасть, погибло 11 человек. Они говорят, мы, говорит, были в шоке. Что же вы скажете Ольге? Сейчас я посчитаю цифры, да, 17. Ольга, вы очень мягкий человек, у вас очень мягкая-мягкая психика, вы очень мягкий человек, и я вижу, что у вас очень развитое воображение и речевая функция. Речевая функция развита. Тройка, пятерка. И развита должна быть интуиция, но у вас нет цифры, цифры, которые отвечают за романтику, за путешествия. Но это неплохо, нехорошо. Так как вы, я вижу, поступаете интуитивно, то можете ехать, можете лететь, ничего с вами не будет. Даже для интереса, когда вернетесь назад, пожалуйста, отпишитесь на мой сайт баграт.орг. Напишите, как вы съездили, и мы выложим ваше описание вашей поездки. Я вам желаю счастливой дороги. Счастливой дороги желаю. Спасибо большое вам, что к нам дозвонились. У нас есть еще время в программе, и опять мы сейчас видим телефоны и адрес бесплатных ваших консультаций. Что это за встречи? Расскажите, пожалуйста, все-таки кого вы на них приглашаете? Я приглашаю абсолютно всех. Почему? Потому что люди разнообразны, люди все разнообразны. Они настолько разнообразны, что даже нет столько песчинок на земле, насколько разнообразны психика людей. И, конечно, люди, как вот буквально на днях, бабушка привела сына, внука, я извиняюсь, которому 16 лет, и она в сердцах говорит, вот он полез заниматься непонятно куда, в парапсихологию. Что нам делать, скажите? Что делать? Я боюсь за его психику. Почему? Потому что мои дети, это его родители, ну, как говорится, несколько стали иными в этом мире из-за этих занятий неправильных. На занятиях я рассказываю, какой нужен подход. Если кто-то... То есть вы беседуете с каждым человеком индивидуально? Практически я беседую с ними индивидуально. Раз. И второе, если у людей общая конва вопроса... Проблема. Общая проблема. То получается, что я им рассказываю как индивидуальной душе. Потому что, когда я общаюсь с людьми, я не пытаюсь общаться с их интеллектом. Я не зову людей бороться интеллектуально. Я общаюсь с его внутренним миром. А внутренний мир, как написано в Евангелии, у всех один. Если вы, как говорится там, познаете духа, то вы будете говорить на одном языке. А если вы находитесь в душевных порывах, то вы будете все говорить о своем, о личном. Потому что душа – это личность. Спасибо. Я думаю, что у нас не менее интересный звонок на линии. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Виталий Баграт отвечает на ваши вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я медицинский работник и собираюсь менять работу и ходить на новую работу. И хотела бы узнать, как у меня на этой новой работе все хорошо будет или нет. Дату рождения свою скажите, пожалуйста. Спасибо. 22 декабря 1972 года. 22-12-1972. Как зовут вас сказали? Елена? Елена. Елена. Ага, спасибо. А вы не пытались идти в научную работу? У вас нет ни диссертации, никаких монограмм, ничего? Нет, не пыталась. Не пытались? Потому что сразу, вот я когда-то написал, у вас видно, что у вас, ну, такое обширное познание, обширный интеллект. Я бы даже сказал, что вы наверняка могли бы пойти по линии науки. Легко. По крайней мере. То есть не стоит менять работу? Работу. Вы хотите вообще уйти от врачебной деятельности, от медицинской? Оно тоже связано с медициной? Вот здесь, ну, просто другое направление. Другое направление. Сейчас я посчитаю. О! Вам знаете, я бы что посоветовал? Вот в вашем, в вашем лице у вас бы очень было хорошо консультантам в любой компании, которая занимается продажей медицинского оборудования, препаратов, даже какая-то сетевая компания, лекции читать и так далее дальше. Потому что у вас очень обширный интеллект. У вас, как говорится, в карман за словом вы не лезете. Поэтому с таким интеллектом вы можете даже менять, скажем так, не род деятельности, вид деятельности, но не род. То есть оставаться в медицине, но, как говорится, использовать на все сто. Виталий, хотелось бы поговорить немножечко о будущем. Вот скажите, пожалуйста, а вы видите лично свое будущее, будущее своих детей? Ну, к примеру, внуков. Вот сами о себе. Что вы знаете? Внуков я никогда не то что не видел, даже не планировал. У меня их пока еще нет, хотя у меня две дочери. Я никогда об этом не задумывался. Видите, я, наверное, настолько погружен сам в себя, что погруженность в себя заставляет, что ли, не видеть, что ли, все окружающее вокруг. Но, с другой стороны, я знаю, что если я погружен таким образом в себя и веду такой образ жизни, который мне позволяет быть здоровым, обходиться без медицинского полиса, то дети берут с меня пример, как я в свое время с мамой врача, когда был маленький, я видел, как она на полу отжималась, лежала на спине, это были 70-е годы, поднимала ноги, крутила велосипед, чем я занимаюсь всю жизнь, скажем так, занимался велоспортом и сейчас до сих пор отжимаюсь и прыгаю, и бегаю. То я скажу, что чтобы дети впитали ваш опыт, вы должны личным примером постоянно показывать, а не кричать. Иди занимайся спортом, иди сбрось вес, перестань есть, а сам человек наворачивает вторую, третью тарелку еды, больше не кури, говорит отец, никогда не кури сыну, а сам курит. Брось сначала сам. Поэтому, естественно, чтобы человек мог, скажем так, познать свою жизнь, он должен прежде всего, чтобы помочь своим детям, познать свою жизнь должен. Так вот, я, моя задача, это в первую очередь, мысль ушла, поэтому пытаюсь вспомнить и вспомнил. Поэтому, естественно, когда рождались мои дети, я знал, когда они родятся, я знал не только дату, я знал, через сколько лет родиться, я знал дату рождения, я знал время рождения, и присутствуя в родзале с младшим сыном, которому будет сейчас 8, я прям врачам сказал, родиться в 9.30, они сказали, в 16, я говорю, в 9.30, он родился в 9.30, врачи рукоплескали, были в шоке, потому что я присутствовал во время родов, родился мальчик, я ошибся только в дате рождения, он родился, сын, 27 августа, а я за 5 лет предсказал, 28 августа. То есть сошлось все? Сошлось все, кроме дня, день всего лишь ошибка. Поэтому я свою жизнь вперед практически знаю всю и по руке, и выходя из тела, я видел, где будет со мной что происходить, опасные ситуации, я был в неприятных ситуациях, в заложниках, когда служил, заведомо видел, заведомо избегал, и даже попадая в них, я настолько осторожно вел себя, чтобы не стряхнуть ситуацию, чтобы она не развернулась в негативную сторону. Спасибо, что остается только развести руками. У нас есть звонок от телезрителей, добрый вечер, здравствуйте, вернее мы слушаем вас. Алло. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот три вопроса. Я хочу узнать, решатся ли мои финансовые проблемы за летний период за три месяца. Второй вопрос, удастся ли мне съесть на море с ребенком, тоже были три отпускной периода. Да, вопрос актуальный. И третий вопрос, удастся ли устроиться на работу, тоже в ближайшее время, на завод, дата рождения и имя. Спасибо. Десятая, мировая рука, 1976 год. Ольга. Спасибо. Да, пока Виталий занимается каким-то очень хитрым просчетом, я хочу сказать, обратиться к вам, уважаемые телезрители, если у вас есть подобные вопросы, или, допустим, за эфиром, вы хотите пообщаться лично с этим человеком, у вас есть такая возможность, периодически появляются контакты, организационные моменты, можете им воспользоваться. Ольга, слушайте меня внимательно, у вас довольно-таки такая, скажем так, я бы сказал, матрица, во-первых, вы трудоголик, у вас отсутствует женская цифра, вы в труде, и в труде в таком, что вы сами тянете все-все в семье, абсолютно, все, что вы делаете. Вы на линии комментируете, это правда? Это, я наслышала. Да, да. Потом у вас есть цифра, которая отвечает за внезапное обогащение, за внезапное обогащение. Она одновременно отвечает за романтику, за переезды, за путешествия и за внезапное обогащение. Но у вас нету цифры завершенности действия. То есть, вы начинаете действие и бросаете. Вы его начинаете, размазываете, грубо говоря, по тарелке манную кашу, а забываете ее съесть. То есть, если вы что-то предпринимаете делать, вы упираетесь, как говорится, лбом, всем телом, как баран, достигаете результата. Потому что вам не хватает волевого усилия на завершение результата. То, что вы меня спросили, вопрос финансовый у вас не разрешится. В той степени, который вы в эмоциях заложили в вопросе не разрешится. Что нужно делать для этого? Лень. Надо трудиться. Заходить. Заставляйте себя. Заставляйте, заставляйте, заставляйте. Думайте об этом всегда. Но у вас вот эти вот цифры, которые я вижу, они у вас позволяют получить деньги как бы из ниоткуда. Как бы из воздуха. Ну, в спортлото, например. Как это у меня было, когда я учился в Краснодаре, я зачеркнул цифры и выиграл 10 тысяч рублей, когда машина стоила 7 тысяч 200. То есть у вас есть такая же возможность. Но опять же, для этого нужны деньги, но вы, по крайней мере, можете это получить, если будете в сердцах желать этого. Устроиться на завод и поездка на море? Устроиться на завод. На завод. Но здесь я не могу ничего сказать, абсолютно честно признаюсь, потому что у вас трудоголизм, можно только логически понять, что вас могут принять, если вы будете настойчивы. А поездка на море осуществляется, потому что у вас цифра романтики очень сильная. Ну, цифра поездки, цифра путешествия. Поэтому пробуйте, Ольга. Спасибо большое. У нас остается буквально пару минут до конца эфира. Виталий, если я забыла сегодня о вас о чем-то спросить, у вас есть уникальная возможность обратиться сейчас к нашим уважаемым телезрителям. Я представляю вам заключительное слово. И еще маленький один под вопрос. Вот есть люди, я уверена, многие сидят по ту сторону экрана и думают, вот пойду я на прием, а вдруг мне скажут что-то такое, чего я не хочу слышать. Очень часто. Очень часто. Очень часто. Поэтому завершаем нашу программу. Пожалуйста. Очень часто. Часто так бывает, когда приходят на прием, на личную встречу и говорят, вот расскажите, пожалуйста, что будет со мной и как мне быть. Я, конечно, просматриваю вперед и говорю, у вас будет опасность. Нет-нет-нет, говорят мне. Об опасности не говорите, скажите, что будет через 5 лет. Я говорю, я не могу сказать. Как я могу сказать, что будет через 5 лет? Ну, я же пришла на прием, скажите, что будет, потому что я хочу знать. Я вынуждена вас спрашивать. Я говорю, я не могу вам сказать, что будет через 5 лет. Я не могу. Почему? Потому что вас через 2 года не будет. Как я могу сказать, что будет через 5 лет? Люди пребывают в стопоре и говорят, неужели это правда? Я говорю, вы можете проверить, у вас есть возможность. Поэтому, когда вы приходите на прием, слушайте внимательно. Когда я своему отцу предсказал смерть, он сказал, ну, коль так должно быть, пускай так будет. Я говорю, пап, изменить невозможно, если ты не будешь меняться. Но вы спрашиваете прежде, чем говорить такие общие люди? Конечно, я в первую очередь спрашиваю. Я в первую очередь корректно поступаю. Вам можно говорить все или все-таки что-то не говорить? Если мне говорят, нет, мне не говорите эти, эти моменты и эти, я говорю, хорошо. Я попытаюсь выставить речь аллегорически таким образом, чтобы, уйдя от меня, до вас смысл моих слов дошел потом уже опосредованно, потихонечку. Но в то же время, если вы приходите ко мне, значит, вы видите в этом толк. Если вы приходите на авторскую бесплатную встречу по вторникам в 12 часов, значит, вы чего-то ищете. Если вы чего-то ищете, откройте свое сердце, откройте глаза, но не сравнивайте свои знания с моими знаниями, потому что ваши знания заставили вас прийти ко мне, а не меня к вам. Если бы я не мог что-то делать, я бы к вам пришел. Тогда бы я молчал, бы и внимал, бы и слушал, бы и погружался. Но знайте, мир не заканчивается на материальном. Он хоть и сложен, из материальных объектов, из атомов, из молекул, из предметов, из вещей, из тех же самых денег, из той же самой еды, из которой состоит ваше тело, и из воды, которую вы пьете, и из воздуха, который вы дышите. Но знайте, мир заключен в другом совершенно пространстве, в небытии. Но здесь оконечность небытия в виде тела, в виде души, которая созерцает мир, созерцает небо, воздух, любимых людей, ему, работу, тело. Чтобы ваше тело жило, научитесь себя любить, научитесь себя слушать, научитесь не спорить, и тогда вы познаете себя. И как истинный экстрасенс Виталий Баграт чувствует, что время наше подошло к концу, у нас осталось буквально 5 секунд, от себя лично. Мы давно с вами знакомы. Я хочу вам пожелать необычному человеку человеческого счастья. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо, Лена. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. Спасибо.